Доброе утро, коллеги! Можно без микрофона? Мне кажется, у нас такой камерный зал, что можно без микрофона, нет? В отличие? Это как, коллеги? Ну, у вас есть микрофон, и мы не можем кидаться друг к другу. Доброе утро, Алексей! Спасибо, что вы до нас зашли. Наша сегодняшняя встреча и наша следующая дискуссия посвящена автоматизацией фитнес-клуба, как вывести фитнес-клуб в лидеры с помощью современных технологий, с помощью современных решений. Нам бы хотелось пообсуждать в этих форматах, в таких клубах, эконом-сегмент, виза-сегмент, премиум-формат, какие решения могут быть полезны, насколько оптимальны эти решения, насколько высока цена входа, менее входа, в том числе, на остальных решениях дела уже работаете, или не работаете. И вот эти вот все моменты мы хотели сегодня пообсуждать. В живой дискуссии у нас есть эксперты. Я сейчас попрошу экспертов каратенечку, прям минуты по три, другое, про себя рассказать. И, ну, прежде чем я передам сходу экспертов, мне бы хотелось узнать, из кого состоит зал. Поднимите, пожалуйста, руку, кто управляющийся с клубом. Спасибо большое. Инструкторы-тренеры. Тоже есть, тоже интересная автоматизация. Инвесторы, те, которые собираются открыть клуб. Насколько. Ну, можно так сказать, да? Отлично. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, коллеги, поднимите руки в силу, по руку. Сейчас еще не автоматизировано. Ну, то есть, условно, работаете с компьютерами, работаете с эксейн. У вас нет никаких электронных браслетов. У вас нет никаких мобильных приложений. Что такое своё? Частично, опять же, скажем, начальник. Ну, так, пробуем. Это что, клубная программа есть, да? Минималит. Клубные программы кто? Хотя есть? Все. Да, есть клубная программа. У всех есть клубная программа, да? Или других сейн. Есть. В общем, то есть, у кого нет клубной программы? У кого нет клубной программы? У меня Юливерс. Вы и клуб. А он и клуб. А он и клуб. Вы представляете, он, ты курец, генеральный билет, он, ты способен. Вы считаете, у нее узнать никогда. Хорошо. Спасибо большое. Соответственно, у нас есть представитель, такой, скажем, кто нам даст задачу, да? Мы хотим сформулировать задачу. Клуб не автоматизирует, да? Какие ставятся задачи? Зачем вообще автоматизировать? Какие проблемы, какие задачи, какие цели можно решить с помощью автоматизации? И, соответственно, какие могут быть решения, да? Что мы можем выбирать? И вот сейчас я передам слов со своим коллегам. Подождите, я должен показать, что ли вам? Да. Устуга. Да. Он, это, клад, инспекции, собственно, предоставят у себя и свои компании, зачем они занимаются на наших с вами бизнес-рысах. А можно я что-то помню? Давай. Спросите аудитории. Спасибо большое. Давайте прямо справа на ряду. Здорово? Конечно. Писаны. Елена Арханриевна, директор продажной компании Купер Кей. Мы занимаемся автоматизацией услуг. Система услуг работает с любым КПО нашего Дума. В принципе, у нас есть интеграции со всеми представителями софта, которые имеют на рынке. Ну, более-менее известные. Также у нас свое производство электронных рассветов. В принципе, все рассветы наши видели, по крайней мере, как минимум, здесь мелкие. Потому что у каждого города есть рассвет. Ну, вкратце, наверное, и так, если представить компанию. Спасибо. Спасибо, Андрей. У нас сегодня зовут Дмитрий Курскон. Я представлен компанией Анатолий Курске. Мы являемся заточником на программу продукта 11-й КПСКУ и профессионально занимается автоматизация КПСКУ. То есть, мы имеем автоматизированные каждые 5-й КПСКУ Российской Федерации. То есть, на текущий момент, в том случае, на 4-й версии нашим программам продукта, собственно, мы имеем в основном, что мы здесь сделаем. То есть, мы имеем в виду эксперты в области автоматизации. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Матросов. Я представляю сеть КПСКУ под «Лезель Джим». Я руководитель проектов. Занимаюсь введением CRM-системы, мобильного приложения и систем контроля доступа. Как раз таки? Все, все, да? Со всеми работали. Я работаю на «Реверсе». У нас 9 клубов. Сейчас 5 стверей, 4 стюнений. Открываем 5 стюнений. И у нас будет уменьшение системы повышения клуба. И, Олег, я бы уже пару слов вставлю. Мы еще пригласили представителей клубов, которые уже автоматизировали не один клуб, набили много шишек. Набили, в том числе, наверно, шилок. Просто было много достаточно. И, собственно говоря, выделяется, да, в том числе, оптимальными какими-то решениями, на что обратите внимание. Потому что я помню, вам будет очень интересно послушать людей, которые уже через год прошли. Здравствуйте. Меня зовут Кулик Бликей, основатель и идеи компании «Клавис». Это подводчик программного обеспечения для клубов. В основном мы занимаемся автоматизацией клубов, клубов, которые требуют полной, серьезной автоматизации. Это заголовок с учетом групповых программ о клубнике, по позонированию обычных и сложных проектов. Спасибо, Дима. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Старков. Основательный проект «Набилифитнес». Наверное, мы являемся в этом предприятии, в этом секции. Секциями, что мы делаем? Делаем обвиние приложения, делаем решение для лаборатории, что мы вводим коммуникацию клуба и клиента клуба на человеческом, понятном всем уровне, и, собственно, наши ресурсы получаются. Спасибо большое. Здравствуйте. Я на новом земле. Грань директора Тимусского карты нет. Эксперт. Наверное, наши ресурсы известны тем, что мы сейчас находимся в середине этапа внутрения диспетерса, по беруту вооружения и страцетов генами с инвестициацией и вот это про все проблемы, которые мы в собственном случае рассказывали. Потому что все коллеги, которые выступили, они достаточно известные, во время этих, как я говорю, они проявляются в платье, они всегда говорят про очень крутые вещи, это на самом деле, когда они уже предсталки трения, и мы очень приедемли сегодня в плане проекта на самом деле. Ирина Меркушева, генеральный директор Макгалей, или Даня Петра Струб. Мы как раз здесь стоим на новой внутрении в середине новейших работах. Так раз я в данном случае здесь хочу подчеркнуть от себя, от вас, вернее, коллеги, от вас подчеркнуть те действительно нужды и необходимости, с которыми придется столкнуться, трудности, да, и с чего начать, и как вообще, вообще, да, вот с мобифитнесом мы уже начали работать и довольно-таки интересная и продуктивная получается работа, но в остальном, конечно, нужно очень много экспертного мнения. Спасибо. Ну, и, Геннадий Галин, я вам сесть, вы, если хотите, можете продолжить себя. Соговоряя Ирина, она у нас будет таким постановщиком задачи, да, на автоматизацию, то есть вы представите клубу, который вы хотите автоматизировать, в котором есть определенные задачи, в котором есть достаточно серьезная история, и, соответственно, тогда вам слово. Ну, прежде всего, конечно, задача стоит, во-первых, упрощение работы, ускорение работы, ресепшн, то есть тот завал задач, который оказался у администраторов, именно ресепшн, я поняла, что это просто ну, ни к чему потраченные усилия и время, то есть понятно, что наверняка можно упростить работу и тем самым сделать ее более интересной и продуктивной. Это задача номер один. Номер два для меня задача, это как учет заработной платы, да, то есть вот механизм вот этот вот от клиента, оплата, проведение услуги и получение зарплаты, и, соответственно, высчитывается, да, понятно, какой остается маржа дохода, и так далее, то есть заранее все это, чтобы это было все просто и легко, потому как мы в основном, признаться, мы считаем вручную, то есть здесь момент леваков, да, момент каких-то там, ну, таких вот, нехороших моментов относительно денег, то есть хотелось бы, чтобы это было все просто, удобно, но я, мне кажется, такого невозможно. На мой взгляд, это вообще какая-то утопия. Если вы меня убедите в обратном, я буду вам только благодарна. Соответственно, что еще было бы интересно, момент лояльности клиентам, опять-таки, да, то есть учитывать вот эти вот клиентские всевозможные движения в плане перемещения по услугам клуба, по дополнительным услугам, имеется в виду, то есть, ну, вот как-то такие вот хочется мне прояснить моменты, вот, может быть, что-то еще забыл, но вот эти основные, это, конечно, это упрощение работы ресепшн, отдел продаж, безусловно, конечно, повышение продаж, но путем того, что у менеджеров освобождается время для обработки запросов клиентских и, конечно, заработная плата. Спасибо. Коллеги, если хотите, мы можем расширить спектр задач, потому что, в принципе, предварительно компания Моби Фитнес проводила опрос по клубам, выявили несколько ключевых задач, которые прозвучали максимально часто под управляющими фитнес-клубами, мы их, вот эти четыре главные вопросы, которые, собственно, поднимали управляющие и вынесли, в этом смысле, Ирина, абсолютно точно так же согласна, мне кажется, с теми, кого мы опрашивали предварительно, но, наверное, вот здесь только еще добавилось увеличение количества онлайн-продаж, кто сейчас занимается уже онлайн-продажей, у кого-то есть на ваш онлайн-продажах, поделитесь цифрами с нами, сколько у вас, в доле, в доле... На самом деле, небольшое, то есть, когда я поднял локу, в плане того, что у нас это действует, то сейчас это 2-3% в общей структуре продаж только 2-3% в рубежной стране занимает золото. Насколько зарубежна ваша страна? 93% у нас продажа. Какая страна? Этва. Литва, по-моему, уже будет. 95%? Сейчас будут такие клубы миксов, стоять 4 шутки. Толк у нас продажа, 3 продажа, только продажа, только из интернета. Персонала вообще нет? А каков метраж ваш? Сколько клиентов? Сколько клиентов сейчас? 2400. Юрия, это рекуренты? Нет. Нет? Здорово. Это месячный аргонимент. 19 евро. Клинируем? Нет. Клинируем тоже плавит 19 евро, и вы кого хочешь. А, что-есть, вот такая система. Ну, да, новая, вообще, такая система клубов, которая, да, вот, сейчас на мраке появилась. Да, да, соответственно, понимаете, здесь относительно человеческого фактора, да, здесь, может быть, в Европе, может быть, для менталитета европейских жителей это и актуально. Я так как часто там бываю и давно тоже, да, я понимаю, что у них это возможно. Возможно ли это на нашем рынке? Русский человек, он все-таки человек общительный. Да. Давайте мы будем говорить русский человек общительный, у нас у всех две ноги, две руки, они точно такие же люди, то есть так считают деньги. по опыту нашей группы, вот вчера у нас, собственно говоря, был, как это называется, Сокотон. Да? Сокотон, да? И как раз 15 бизнес-клубка сеть в России зовут как по регион, они продают только месячные абонементы. Так вот, у них 95% составляет продаж месячных абонементов и очень достаточно все хорошо. Это вообще шикарно, идеальный вариант, когда, да, месячные абонементы. что они дают никакую реван, как они связали сегодняшний день продаж сарапога и сайт продает все хорошо. А сколько клубов вообще? А в России 95% обожди, сейчас нет. Нет, в Йошкар-Але сколько клубов вообще? 44 клуба на весь год. Раз, да. Спасибо. Ирина, уточните, пожалуйста, на чем вы сейчас работаете, от чего мы отталкиваемся, почему вы вручную считаете? Мы много лет работаем на A&A, программе A&A, и столкнулись с такой трудностью, что все-таки неточность в отчетах, неточность в показаниях относительно заработной платы, посещений и так далее. То есть, постоянно какие-то глюки, постоянно что-то там... Нет, это можно не объяснять, а имбеты как бы... Да, вы знаете, да, уже много объяснил. Да, кто знает эту программу, да, понимают, что есть недочеты. И, соответственно, мы пришли к тому, что мы стоим на пороге выбора новой программы для клуба, и с Клабис мы тоже созванивались много и изучали, и смотрим. Мы выбираем. Так как на рынке очень много продуктов, понимаешь, что здесь идет вопрос цены очень важен, да, вот сколько там... Да. Можно ты и по? по поводу бюджетирования всех вопросов. ситуация такая. Ну, просто внимательно с консацией, но я понимаю, что у каждого клуба, собственно говоря, есть свои драканы, есть свои кемиарии. Но есть определенный запрос, который необходим, чтобы вот мне это было удобно относительно нашего клуба. Так вот, я сейчас говорю, что есть определенный кемиарий, есть определенная задача у каждого отдельных клуба бюджетирования, в том числе в разработке системы и у вас для персонала. Есть определенное решение, например, вы не можете скастомизировать какой-то в одной программе, потому что я хочу, чтобы не отходил, чтобы продаж считался таким образом, а вот в другом отчестве у него так считался. И теперь я должен быть кемиарий, поэтому программам решения, как и сголовные клубы, для конкретного клуба или для всех одновременно быть не может. Поэтому есть вопросы программы, которые у нас скастомизированы, и это очень тяжело сделать, потому что мы иногда не можем. к сожалению, я сейчас рекомендую программу, с которой только можно работать. Но и тогда мы не поднимем и на тот все очень и не закрытыщи. И я, как красавка, не могу вам ничем помочь это сделать. Я вас поняла, да, я поэтому и, в общем, пришла к тому, что необходимо экспертное мнение людей, которые непосредственно связаны с этими софтами, потому как, помимо отдела продаж, клуб Марк Аврелий вообще славится тем, что у нас персональный тренинг на высоком уровне продаж, на качество персонального тренинга и так далее. Я могу часами рассказывать, как прекрасен наш клуб и чем он славится. Но вопрос в том, что учет именно проведенных персональных тренировок, то есть если с небес на землю опуститься, вот точечно, вот куплена услуга дополнительная, как она приведена, кто будет это списывать. То есть если это идет связка клиент-тренер, то мне хочется, чтобы между ними был администратор, который это списывает, да, чтобы это не уходило для того, чтобы это был четкий учет и контроль. Всем известны случаи, когда... Нет, я... Наши тренеры, они все лучшие и самые честные, безусловно. Поверяй на проверяй. Я вместе с этим доверяю. Проверяй. Известны случаи, когда тренер списывал все тренировки, не проведя. и потом как? Понимаете? Фитнес-клуб Грин-сити. Я прям не только тупо называю. И что я туда доказал? Сейчас моя там нука нужна, там работала 10 лет на рецепцию и так далее. Я знаю, все там привыкли, вы знаете, что инструкторы, я сам, где-то, да? Вы знаете, что все инструкторы до конца рецепции все списывают и друг другу кладят. Так вот, они там воровали от 50 до 100 тысяч в месяц. Тренер субминистраем. Есть его? Нет. Но здесь опять-таки можно я вас прерву? Юр, спасибо большое. Уважаемые эксперты, задача поставлена, можете предложить какие-то решения? Смысл, задача в том, чтобы вот как провести вот эту цепь от клиент, да, оплатил услугу, и соответственно тренер проводит тренировку, каким образом? То есть это появляется, может быть, на аккаунте у клиента, что у него есть, ну, то есть имеется в виду мобильное приложение сюда же подключить. Соответственно, кто, как вот этот вот сделать? Вы знаете, я с одной сетью общался где-то год назад, и у них была примерно похожая задача, то есть у них это устроено как? У них тренер после того, как провел тренировку, он должен бежать два этажа до рецепции, там ставить галочку, а потом клиент, уходя, он должен тоже подойти к рецепции тоже галочку поставить. То есть вот, ну, да, вот как, я не знаю, как в принципе в клубах могут быть подобные процессы организованы, тут, наверное, вот коллегам больше опытом поделится, но вот конкретно такой процесс, когда у вас должен быть факт отметок, то есть подтверждение клиентам, подтверждение тренером, а это действительно легко автоматизируется при помощи мобильных приложений, там и тренерского, и клиентского, ну, то есть человек пришел, зачкинился, грубо говоря, и в базе, в единой это все отразилось. Вот, а в принципе по схемам, ну, тут, наверное, вот кто из коллег больше прокомментирует, как это может быть реализовано? Юра, Юра, Юрий, 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 вам нужен стул здесь, да? Ну, просто с Pocket Key совместно с 1С автоматизировали клуб Джим Джим, очень хороший, да? Там очень просто происходит, человек пришел, у него есть призывательная запись, и тут автоматически идет то, что человек пришел, у него запись на тренировку, это время, автоматическая программа 1С его списывает, без денег, без лица, она не проведена. Она автоматически списывается просто, потому что пришел, А это не ставится факт, что он человеческий, если человек в пути шел и простегут, не сломал ноги? Подождите, он пошел в клуб, система зафиксировала, что он по браслету и по лицу пошел. Хорошо, я вашла в клуб, и он не стал жила, я не пошла, пошла обратно домой. Слушайте, вы понимаете, кстати, прошло полгода, прошло полгода, давайте я же скажу, прошло полгода, ни одного обращения не было. Это вас не настораживает? Нет, там ни одного рода, обращений не было. Меня не настораживает, потому что, значит, я сам работаю Qi, я говорю, есть тренировки со мной, что могу сказать? 40. Да, И я объяснил, не представляю, как все это происходит. Но вот этот вопрос, слабых, это бывает очень редко. Ну, у меня было раз в три года. Такая система подходит в том случае, если вы купили персональные тренировки только, да, и не пользуетесь больше никакими услугами. А если я хожу на групповые программы, и я сегодня пришла, я пошла на групповую программу. Есть что-то написать на групповые программы через приложение Моби Фитнеса. То есть нам еще нужно установить приложение Моби Фитнес, теперь записываться на групповые программы. Вам не обязательно устанавливать приложение Моби Фитнес для клиента, вы можете установить приложение тренера. То есть тренер может самостоятельно записывать клиента на персональные тренировки. То есть у нас есть решение, которое позволяет с помощью приложения Моби Фитнес тренерского подключать и вести учет тренировок, как групповых, так и персональных. То есть есть хорошо работающий кейс, у нас есть CrossFit Studio в Казани, герой, то есть которые тренеры сейчас самостоятельно фиксируют все записи клиентов, то есть у них рецепция уже отсутствует. Ну то есть вот это одно из решений по большому счету, правда? Ну да, конечно, то есть у них достаточно большой процент онлайн продаж уже, то есть через сайт, через мобильное приложение у них уже порядка половины всех продаж, которые идут в клубе. То есть в будущем, я думаю, что в ближайшие несколько лет это станет стандартом де-факто. То есть клиент сам предпочитает покупать персональные тренировки, клиент сам предпочитает записываться, и клиент сам предпочитает контролировать остатки на своих пакетах услуги и свои членства. Можно такой вопрос? Я очень много по регионам езжу, очень много работаю с регионами. И я понимаю, что в целом автоматизация это такая всероссийская история, но я также понимаю, что Москва гораздо более автоматизирована и привычна к использованию различных приложений, нежели регионы, да? Согласны со мной? То есть насколько клиенты вовлечены вот в эту историю записи? Вот может в Моби Фитнес, кстати, тоже поучаствуйте, да? Есть ли у вас такая статистика? Можно я несколько слов скажу? То есть автоматизируются не регионы и не Москва, автоматизируются клубы, которые перерастают по количеству клиентов в тот уровень, который может обслужить один администратор с ручкой и тетрадкой. То есть это не от регионов зависит. То есть клуб это, можно сказать, биг дата, потому что это очень большое количество транзакций. То есть это продажи, это записи на занятия, это учет посещений клиентов. Это очень большой объем данных. То есть по статистике, например, вот клубы Athletic Gym, да, они прирастают в объеме своей базы приблизительно на гигабайт в неделю. То есть, ну, это очень много. То есть это руками и никаким образом вы уже контролировать не можете. А можно я... Дошла речь о больших данных. По поводу целей и задач, которые вообще ставились перед автоматизацией, для чего мы автоматизировали наши фитнес-клубы. Основная идея, это было именно создание единой безопасной базы данных по клиенту. То есть основная цель была, это именно сбор статистики и дальнейшее ее использование. Но для того, чтобы нам достоверно использовать статистику, нам нужно убедиться в том, что она... Ну, чтобы правильно использовать статистику, нужно убедиться в том, что она достоверна. Для того, чтобы убедиться в том, чтобы она была достоверна, нужно, чтобы не было человеческого фактора. Либо клиент делал это сам. Соответственно, для того, чтобы собрать статистику по проходам в клуб, по посещениям, нам нельзя, чтобы это делал администратор и принимал ключи. И поэтому мы внедряем биометрию. То есть она безоценочна и она считает посещение. Это первый факт статистики. Следующая статистика – это мобифитнес. Что мы берем из мобифитнеса? Человек записывается на групповые занятия, человек через биометрию проходит через куд и понимает, сколько… Мы понимаем, сколько людей записалось, а сколько людей пришло фактически на занятия. Да, там есть погрешность. Кто-то зашел в клуб, но не прошел. Окей, хорошо. Но если мы этого не сделаем, то у нас вообще никаких данных не будет. Без никакой погрешности. То есть либо мы получаем что-то с погрешностью, либо мы не получаем ничего. Мы выбираем получить что-то с погрешностью. Ну и дальше с помощью 1С мы собираем по клиенту все остальные данные, которые может занести менеджер во время общения с клиентом во время продажи. То есть это интересы, теги и так далее. И вся эта информация в конечном итоге, цель – собрать ее достоверно в одном месте. Это вот у нас облако 1С получается. И в последующем у нас получается платформа. Мы видим всю информацию по нашему клиенту. Ну то есть мы знаем своего клиента, мы можем предоставить ему УТП какое-то. То есть это все в едином месте. Но самое главное сейчас – это достоверно собрать информацию. А уже сокращение потери, мы не называем это сокращением затрат, мы называем это сокращением потери. Это уже такой важный пункт, но второстепенный. Коллеги ответили по сути на вопрос. Но я на счет региона хотел сказать, что вот как раз я хотел пример привести в частности сеть, где Олег работает, Атлетик Джим. Это Тюмени, это Тверь, это не Москва. И вот передовые технологии там используются, сейчас внедряются. А в принципе, если говорить о регионах, даже о маленьких клубах, есть Ива Фит, Славянск на Кубани, по-моему, город. Небольшой клуб, по-моему, ну тысячник или около того. И Торвеня, с которым владельцы клуба, есть во всех чатах, вот, у нас везде. И этот клиент один из самых активных в последние несколько месяцев. Торвеня, с которым они внедряют эти технологии, говорит о том, что, в общем, не в регионе дело. Дело действительно в потребности по масштабу клуба и в воле просто людей, которые занимаются этим. В Подольске есть зал тренажерный, ни одной групповой программы. Онлайн-продаж сделали, по-моему, больше, чем некоторые сетевые клубы у нас за последние три месяца. То есть это, ну, определенная воля человека, который этим занимается, и его сознание потребностей в его конкретной организации. То есть регионы часто более продвинуты, чем Москва, вот честно скажу. Спасибо. Я прошу прощения. Работать без персонала. Я могу сказать, в прошлом году, например, фитнес привозил спикера из Норвегии, да, кто был и слушал. И пример сеть фитнес-клубов ИВ, по-моему, да? И, в общем-то, они... Ну, вот то, о чем Юрий говорил, да, совершенно без персонала работающая сеть клубов, которая, в общем-то, потерпела фиаско. Итого в Норвегии, где самый высокий на текущий момент в мире процент проникновения индустрии фитнеса. То есть все-таки человеческий фактор никто не исключает. Понятно, что такие форматы будут. Понятно, что такая целевая аудитория у нас есть. Но говорить о том, что мы навсегда когда-то, там, через какое-то количество лет откажемся от персонала, нельзя. Каким образом встает вопрос? То есть у меня и система, и персонал, и рецепция, и тренеры. Есть ли возможность все-таки сократить затраты на персонал с помощью автоматизации? Смотрите, да, сейчас это очень актуальный вопрос. Вот, буквально год его задают все. Как сократить затраты на персонал? Сейчас частенько применяют простой трюк. Замена кассира на терминалы самообслуживания. И вообще, переложение части и функции рецепции на терминалы. То есть покупается обычная мультикасса, которая там в каждом городе практически продается без проблем. Ставится туда на ШПО, и все, туда можно записаться на занятия, соответственно, самому тренировку списать, с квитком уже прийти к тренеру. Соответственно, там расписание посмотреть, можно и оплатить, и карту продлить. Особенно актуально, если клуб рассчитан на детей, где большой поток, там какие-то секции идут. Соответственно, отдел продаж будет просто зашиваться, продлевать вот эти карты постоянно и прочее. И кассир будет занят. Ставится такой терминал, отбивается. Он очень быстро, по расчетам 4-6 месяцев, он окупается. Дальше только плюс. Для клуба какого формата? Форматы на самом деле разные. И премиум сегмент тоже частенько используют. Но не совсем премиум. Премиум там больше живые люди, средние и малые клубы. Плюс есть у нас как раз проект с Моби Фитнесом в Ростове. Сейчас там как раз делается полная автоматизация. Все рассчитано на регистрацию через сайт. Все ведется через приложение мобильное и, соответственно, через вот такие вот терминалы. По сути, там один человек, администратор, который для решения каких-либо проблем. Ну и тренера, естественно. От тренера отказаться. Терминал, цена железа самого от 100 тысяч до 200. Некоторые даже бэушные выкупают и сокращают расходы. Соответственно, туда и наличкой можно рассчитаться, и по карте банковской. Все без проблем. Депозит использовать. По-моему, да. Что-то 50-60 тысяч бэушных. Зависит от намороченности. Можете, конечно, там какой-нибудь настенный красивый. Обслуживание стоит каких-то денег? То есть я тут экономлю, а тут на обслуживание плачу. Плюс-минус то же самое, да? Нет, единственное, что придется делать, это деньги оттуда доставать. Инкассация, собственно. Если у вас терминал еще сдачу умеет выдавать, сдачу загружать. Все, в принципе. Также вы тратите деньги на обслуживание фискального регистратора, как бы вы тратили это на кассира. То есть ничего, по сути, не меняется. А функционала больше, ошибок меньше. Соответственно, кассир где-то что-то не так пробить может и прочее. А тут поставили и все, избавились от проблемы. Вот, как-то так. Олег, можете поделиться опытом? Вам удалось каким-то образом действительно затратную часть на персонал сократить? Или все-таки те цели, которые вы озвучивали, были первичны, а это даже вы не рассматривали? Нет, конечно удалось. Давайте я сейчас прокомментирую немножко то, что говорит Дмитрий. Мы считаем, что все-таки лучше уходить прямо целиком в мобильное приложение. Потому что мы ставили, Владимир, с вами эти инфотерминалы, с помощью которых можно было записываться на групповые занятия, виджеты, расписание. И в самом фитнес-клубе никто практически этим не пользовался. Пользовались только как просмотр. То есть наблюдаем такую картину. Человек подходит, выбирает себе групповое занятие с помощью штуковины за 50 тысяч рублей. То же самое, что и распечатать лист с расписанием. Потом идет на ресепшн и записывается. Да, но там оплатить было нельзя. Но тоже по поводу оплаты, все-таки, наверное, лучше в приложении. Но все равно это явка в клуб, там чего-то, там как-то. Но через приложение это было бы, мне кажется, все-таки более... Тут на самом деле кому как удобнее. То есть вот пример того же The Base Fitness, где полный пул решений, на мой взгляд, наиболее полноценно это они сделали. То есть у них есть и терминалы, соответственно, в клубе. У них есть и мобильное приложение. Вот как раз сейчас мы запустили для них записи на персоналке. То есть до этого была только запись групп. Сейчас запись на персоналке идет. В момент записи оплата происходит. То есть без записи оплаты человек не может занятия посетить. Для него это блокер. Соответственно, он вынужден это делать. Но для него это удобно. Оплатил и записался. Но кроме приложения, у них есть еще личный кабинет на сайте. И сотрудники, конечно, тоже есть. Они никуда не деваются. Просто их меньше за счет всех этих решений. Adidas конкретно в данном клубе. Они запустили еще Telegram бота. Я не знаю, насколько он может. По-моему, деньги он не принимает. Но, по-моему, он записывать может. У меня не получилось записаться. Он меня не узнал. Сами они говорят, что клиенты вроде пользуются некоторые. То есть вот такое 360-градусное покрытие всех привычек клиентских. То есть людям удобно по-разному взаимодействовать. Вот конкретно они это дают. Наверное, я думаю, трафик они существенно сокращают. То есть у них количество онлайн транзакций через нас – это десятки процентов. То есть это не 2-3 процента. У них достаточно большой клуб и довольно много людей этим пользуются. Еще согласен, кстати, что стоит автоматизировать в круг, применять комплекс решений. Но тоже зависит частота использования терминал, сайт – это или мобильное приложение от возраста аудитории. То есть если там какая-то бабушка, дедушка, ну какой смартфон… Ну есть, конечно, бабушки, но тем не менее. Проще подойти, денежку сунул, нажал продлить, все, как бы там одна большая кнопка. Ошибиться невозможно. Спасибо. Аудитория, есть вопросы у кого-то? Добрый день. Комиссарова Юлия, Марк Аврелий. Скажите, пожалуйста, что касаемо финансовой стороны вопроса. Все равно человеческий фактор, он не исключается, как и наши сотрудники, так и ваши сотрудники, которые все видят, все знают по всей системе, не знаю, там, количество клиентов, что хотят, сколько денег принесли, ну, человек увольняется. Может, ну, понятно, что там, допустим, если это наши сотрудники, у нас некий уровень доступа есть к конфиденциальной информации. Если ваши сотрудники увольняются и уносят всю эту информацию, что делать? Обращаться к правоохранительным органам. Это единственное, что можно сделать, потому что это нарушение закона. Разглашение персональных данных, то есть воровство конфиденциальной информации. Ну, вы же понимаете, что это очень сложно доказать, а тем более, если это какой-то человек, который в определенное место унес эту информацию. Это не вам нужно доказывать, это следователи будут доказывать. Ну, я 17 лет в фитнесе работаю, я как бы, прецеденты были и будут разные абсолютно. Нет, просто, нет, ну, помимо администраторов, да, поскольку сейчас все-таки все уходит в оптиматизацию, и поэтому я сказала, и наши сотрудники, но и ваши сотрудники. Смотрите. Я не имею в виду рядовых. Нет, мы сейчас не берем. А можно сказать, как? Еще в Крин, еще никто не отменялся. Нет, вопрос, есть ли у него доступ, да? А вопрос к вам такой, а вы со своим сотрудником что сделаете? У вас с собой безопасности. На свои методы. Ну, смотрите, если говорить… Ага, понятно. Научите? Описайте. Описайте. Смотрите, если говорить… Ну, я не знаю, как у коллег, вот у нас есть сотрудники наши здесь, вот, может кто-то сказать, там, какие документы подписываются, то есть, но я не хочу сказать, что мы, там, не знаю, можем, сотрудник, если ушел и унес информацию, и мы увидели, что она… Мы не можем… У нас нет методов превращения в жаб, вот, но у нас есть там документы, есть штрафы, прописанные четко по определению конфиденциальной информации, коммерческой информации наших клиентов, есть штрафы, то есть у нас есть, ну, конкретно, он есть для нас, говорит, есть лист ознакомления, там даже моя подпись стоит, если я куда-то уйду. Не дай бог. Страфы? То… Я, конечно, да. Нет, там есть штраф, нет, ну, а так, в принципе, смотрите, то есть, если это конкретно человеческий фактор злонамеренный, то я здесь солидарен с Русланом, то есть, ну, тут надо решать этот вопрос в правом поле, то есть, это вопрос… Не, ну, это… Это если у вас уходит фитнес-координатор, у которого был весь доступ, вы ему его делегировали на время работы с базой, и он за неделю кропотливо ее достал и куда-то унес, то, ну, мы здесь не бессильны, потому что доступ, как бы, вы же его… вы бы его и так ему дали, независимо от того, какая система бы у вас стояла. Вот, то есть дальше просто с нашей стороны можем давать логи, как что данный человек делал там в системе. Мы можем, ну, как-то всячески содействовать здесь. Вот. Тоже хотел добавить, конечно, право доступа, это обязательно настраивается, чтобы лишних прав не было ни у кого. Особенно это касается отчетов, которые содержат телефоны и вообще контактные данные. Потому что остальная информация без контактных данных, ну, практически бесполезна. У нас есть даже такой параноидальный режим, когда даже менеджер отдела продаж, ну, никто не видит номера телефона. Позвонить из программы можно, звонок принять можно, телефон посмотреть нельзя, пейтскрин даже не поможет. То есть, потому что скринить нечего просто. Занесли в программу, все. Ну, речь идет про IP-телефонию, да? То есть, когда интегрировали IP-телефонию, делаем звонок из программы. Кто-нибудь использует такие технологии IP-телефонии в связке с CRM-системой? Юр, к вам нет вопросов. Кто-нибудь использует IP-телефонии в связи с CRM-системой? Если вы хотите, то есть личный приконент в IT-телефонии в связи с CRM-системой? Ну, вот видите, есть параноидальный режим, нормальный. Ну, по идее, если все правильно настроено, единственный, кто сможет утащить данные, это системный администратор, потому что, ну, вы его никак не ограничите, в принципе, априори. Да, только сам себя может ограничить, если вдруг паранойя замучит. Вот. Касаемо с нашей стороны. С нашей стороны мы доступ к вашим данным не имеем, доступ и не храним. Если базу данных на анализ присылаете, она удаляется через неделю. Соответственно, доступ имеет только тот сотрудник, который с ней работал, какие-то данные смотрел. То есть в этом плане. Ну и плюс в договоре, естественно, все прописано. Как бы тут с нашей стороны... Добавлю. У Димы тоже, в принципе, в Клабе с реализовываем функции, как мониторинг, всегда может посмотреть. По поводу безопасности хотел добавить. Ну, коллеги, о чем мы можем говорить, какая безопасность? Тут Пентагоны сайты вскрывают, а мы какие-то фитнес-клубы. Поэтому, да, я думаю, что, конечно, усложнять эту задачу, естественно, нужно, но один мой друг в прошлом заявил, что хороший менеджер, прежде чем он устроился на работу, первое, что он делает, качает базу, потом уже начинает работать. Поэтому, как бы вы ни обезопасили себя, всегда есть возможность найти лазейку и все остальное. Абсолютных решений никогда не будет. Просто этим надо жить. Тут еще такой момент есть, что стоимость, если мы говорим не о злом умысле, когда человек легко забрал базу и ушел, а о каком-то техническом решении, то тут есть такое правило простое. То есть стоимость атаки должна быть ниже, чем стоимость выгоды от этой атаки. Ну иначе ее нет смысла делать. Если говорить об облачных решениях, то мы с Вестером тоже запланировали на следующий год сертификацию. Конкретно есть компания, одна из позитив технологий. То есть сертифицироваться у них по безопасности, тем самым это внешний аудит по сути безопасности. Облачные решения все, как правило, имеют внешнего аудитора по безопасности. Если кто-то не имеет, значит надо иметь. И это тоже повышает безопасность и повышает стоимость атаки на вас, соответственно, на облачный сервис с вашими данными и снижает вероятность этой атаки. Вопрос можно задать? Что вы можете предложить, форматы какие? Для студии. Площадь студии 300 квадратов. И, естественно, хочется функционал программы тоже большой, потому что, как правило, в таких форматах или управляющий, или директор, он и женец, и надуги, и грец. И нет там дополнительных отделов продаж, отделов маркетинга по исследованию. Опять же, ту же воронку продаж хотелось бы посмотреть. Вот какие варианты можете предложить? И, опять же, какой входной порог? Потому что за 200-300 тысяч, грубо говоря, ту же Клабис или Индэй, она нам недоступна. Вот есть ли какие-то варианты для наших форматов? Для студии есть у нас сейчас ценовое предложение. Потом пообщаемся, могу озвучить. В начале этого года мы запустили облачное решение, которое позволяет переложить все ваши головные боли. То есть это найм системного администратора, установка программного обеспечения, обеспечение сохранности базы данных копирования на наши мужественные плечи. И мы выпустили наше облачное решение, один из фитнес-клуб, который позволяет автоматизировать три формата фитнес-клубов. То есть это студия, это классический фитнес-клуб и это большой фитнес-клуб с отделом продаж. То есть помесячная оплата, минимальный вход для студии составляет 4 тысячи рублей в месяц. Хорошо, я столкнулась с такой проблемой, когда мы выбирали форматы, обратились у нас в городе к поставщикам 1С. Я говорю, ну хорошо, покажите мне презентацию, что может это делать программа. Ну вот просто на моих глазах человек просто облажал. Он сам не знает функционал этой программы и как это все применительно на практике работает. Ну я такая, ну извините, в общем-то, как вы нас можете консультировать, если вы сами не знаете, а я вашу программу вижу вообще впервые, поэтому вопрос как бы отпал. Ну это называется издержки большой партнерской сети. То есть фирма 1С имеет в своем составе более 10 тысяч партнеров. У каждого из этих партнеров разная компетенция. Некоторые партнеры вот наши программные продукты первый раз в жизни в глаза видят. То есть если вы хотите качественную консультацию, хотите качественное внедрение, то обращайтесь напрямую к производителям. Обратитесь к нам, и мы вам продемонстрируем все, что может сам программный продукт. Никто лучше разработчика вам этого не подскажет. Спасибо. Слушайте, а мне кажется, вот у нас тема очень плавно и хорошо перетекла как раз в лояльность, потому что когда мы говорим о том, что у нас сняли базу, и кто-то какой-то менеджер с этой базы ушел, ну не знаю, я больше 20 лет в индустрии работаю, и несколько раз я через такое приходила. Ко мне приходит менеджер и говорит, слушайте, я с базой, возьмите меня на работу, я вот с базой пришел, из соседнего клуба. Да? Ну кто-то наверняка с этим тоже сталкивался. Я, нет, потому что я понимаю, он из моего клуба уйдет точно так же с базой, поэтому мне спасибо не надо, я своих клиентов все сама наработаю, никаких проблем, да, но там это моя позиция. И вот тут возникает вопрос лояльности клиентов, да, потому что можно уйти с базой, можно по этой базой начать плотненько так сесть и звонить, и переманивать клиентов из другого клуба в свой. Вопрос, какое количество клиентов из вашего клуба вот так вот возьмет и уйдет? То есть это к вопросу о лояльности, да, насколько ваши клиенты любят ваш клуб, готовы ли они просто вот так вот, там, по звонку из другого клуба вдруг за меньшие деньги от вас уйти? И вот вопрос с помощью программного обеспечения, с помощью софта, что мы можем делать для того, чтобы лояльность клиентов все-таки отслеживать, увеличивать, контролировать и работать с этим? Давайте я скажу, можно чуть-чуть вернусь по поводу базы? Еще есть один момент такой неучтенный, а где вообще находится эта база? То есть, например, у нас был такой момент, что у нас есть учетная программа, которая занимается учетом продаж, а учетом клиентов занимается что-то другое, там, кто-то, кому-то понравилось в одном городе работать на Bitrix24, кому-то понравилось записывать это все в табличку Excel, кто-то нашел способ ввести это в той же самой учетной программе, кто-то пишет ВКонтакте клиентам и теряет их в конечном итоге. И одной из задач тоже, которую мы реализовали, это сделать так, чтобы вся информация, все базы соединить в одно, потому что менеджер увольняется, и он не украл базу у нас. У него своя база была в ВКонтакте, на листочке, в Bitrix, и ему не надо ничего воровать, и в правоохранительные органы нет смысла обращаться, потому что по факту это реально его база. И у нас, вот мы воспользовались одиннадцатским решением по поводу планировщика, то есть у них объединено все в одной системе и планировщик, и учетная программа, и мы заставили всех менеджеров вести учет именно в планировщике. И то есть у нас есть отчет по приросту клиентской базы, то есть если менеджер работает, и в одиннадцатая клиентская база не прирастает, значит он либо работает, либо прирост в какой-то другой клиентской базе появляется. И это надо контролировать обязательно. И потом уже, о чем говорили Владимир и Руслан, уже обеспечивать защиту своей клиентской базы. А пока что защищать-то особо и нечего. Может быть, мы не знаем, а может быть, у наших менеджеров где-то на руках уже изначально вообще вся клиентская база города. А мы занимаемся поиском базы, принимаем менеджеров, у которых есть своя база. А может быть, они уже все у нас в базе давно. Слушайте, а как автоматизировать вообще сбор контактов? Вот входящих, да? Мы же входящие, контакты у нас какие? Позвонил, ногами пришел, в директ написал, да, в контакт написал. Как еще? На сайте заявку оставил. Вот там пять. В чат-боте пообщался. В чат-боте пообщался. Шесть. Автоматизируется. Сейчас у нас какие контакты? То есть я ставлю IP-телефонию, да? Все, у меня автомат там открывается. Окошко в программе, я работаю. Хорошо, в контакте мне написали. Человеческий фактор, да? То есть я могу перенести этот контакт в базу, могу не перенести. Если вот в вашей системе я работаю, то у меня нормально прирастает база, которая просто мне входящая, да, приходит, то что мне там, этих я могу пропустить. Забывают. Им написали там, да, ну что, вечеринка, день рождения, я была в отпуске, забыла. То есть я вернулась, у меня там 54 входящих в контакте. Вот, кстати, этим вопросом сейчас мы активно и занимаемся. Сначала смс, е-мейл, соответственно, это старая тема, довольно дорогая, неудобная. Потом начали прикручивать вайберы, телеграммы и поняли, что, ну, этого мало. И сейчас как раз мы интегрировались с фейсбуком, у нас обновление скоро будет. Также будет прикручен, соответственно, телеграмм. Есть один клуб, который, у которого продажи через инстаграм, что самое интересное, очень хорошо идет. Я тоже такие знаю. Вот, соответственно, вот эти вот все соцсети мы сейчас в процессе прикручивания. И постепенно вот к следующей обновлению будет с каждой соцсетью добавляться. И, соответственно, у вас вся история общения с клиентом, не просто ваши какие-то пометки, а именно вот такая лента общения будет. Будет видно, и статистику можно собирать, соответственно, и никакой неучтенки, соответственно, не будет. Но вот фейсбук запускаем, вот на следующей неделе обновление будет. Да, 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 да. Вот именно да. Инстаграм уже реализован вопросом? Если честно, да. Идею зама CRM и беда x24 подсмотрели, так скажем. То есть механизмы реально интересны, когда все источники информации агрегируются в одном месте. Нет, ну задачи понятные, да, вход не потерять, исключить человеческий фактор. И дальше, если уже мне в базу клиент попал, так или иначе, да, то есть мы все от менеджера ждем, что он сделает исходящий звонок, и вся история контактов с этим клиентом потенциальным, она будет у нас в базе сохранена. Ну и, естественно, как бы понятна система напоминаний, да, о том, что нужно сделать определенные действия вовремя, да. Ну это да, это классно. Мы уже не обсуждаем. Это у всех CRM, это без этого уже никак. Но не у всех еще стоят CRM, очень многие работают по старинке, то есть у нас программа отдельная, Excel отдельно. Если честно, давно уже таких клубов не видел. Дима, Дима. Да? Я отстал от жизни. Есть? Приезжай, забрали, сидишь каждый сейчас. Нет. Вот из аудитории, вот по-честному, скажите, у кого еще менеджер отдела продаж не в Excel работают до сих пор? О, понимаете? Вот, Марк Аврели сидит, Марк Аврели. Понимаете? У нас интересная такая ситуация относительно этой всей работы, от того, что, может быть, от того, что нам 20, и мы начинали с бумажечек и простых телефонов. Может быть, от того, что мы как-то действительно застоялись, засиделись, не успели в ногу со временем. То есть, трудность в том, чтобы не отказаться от старого, а плавно перейти вот в этот, в новые механизмы, в новые вот эти вот софты и так далее. Потому как, может быть, и проще открыть новый клуб и сразу уже с новыми какими-то, да, открытиями в плане компьютерной помощи. В нашем случае, вот даже, понимаете, момент, когда клиент входит в клуб, а он ходит 20 лет в этот клуб, это его дом, и он входит без клубной карты, его все знают, и он не носит этот, ему не надо штриховать себя, чтобы войти в клуб. Вот, понимаете, вот это вот человеческий тот самый фактор, который и ценен в нашем клубе, когда у нас клиент и тренер уже больше, чем клиент и тренер. Они соратники, они друзья, они гуляют со своими детьми вместе, то есть наши какие-то корпоративные мероприятия, они похожи на семейные сборы такие, да, какие-то. То есть вот этот момент, вот с чего начать, вот с чего начать автоматизацию в клубе, дабы не утратить традиции. Я так молчал долго, можно я встану? Я представился как генеральный директор, забыл сказать, что я еще собственник этого клуба, наша семья его купила год назад. Я не выходец из фитциндустрии, по мне это сразу видно, потому что придя на СНПРО или на МИОВ, все переобуваются на Рибовские кроссовки, у них у всех полары, они все выглядят очень свежо, у них нет лишнего веса, и они все не азиаты, да, как я. Я был на форуме, я буквально пять минут за ним. Там были все собственники управляющих клубов. Ближайший по возрасту был 10 лет старше меня, и мне 26 лет. Я подумал, мне подождать, пока мне исполнится 40, наверное, нет, хочу двигаться сейчас. Но набили мы кучу шишек за этот год, потому что клуб находится в самом центре Москва-Сити, в Афимоле, это такое знаковое место, очень сложный контингент людей, и даже те люди, у которых не очень высокий средний чек, существ претензий на высокий сервис. Я бы хотел сделать такой взгляд со стороны. У меня сейчас создаётся ощущение, что собственник дорогого ресторана получает инструменты, как автоматизировать фастфуд. И он не может понять того человека, который продаёт ему автоматизацию, а тот человек, который продаёт, не может ему это объяснить. Всё зависит от концепции клуба. Я думал, в какой же момент мне взять микрофон и сказать вот за эту тему. Я извиняюсь за свою прямоту. Вот в моменте, когда люди сказали из Марка Аврели, что тренер — это больше, чем тренер, и люди ходят 20 лет, вот это и есть концепция. Марк Аврели — это не клуб про автоматизацию, Марк Аврели — это клуб про качков. Там очень крутой тренерский состав, вся сборная Москвы тренируется там, и я даже не живя в Москве, я 7 лет назад приехал из Алматы, уже слышал про этот клуб, про Турчинского, про другие знаменитые фамилии, что вот именно этот клуб с домашней атмосферой. Было бы очень странно прийти в дорогой ресторан и попасть на очередь с подносами, как в столовой. Было бы очень странно прийти в Макдональдс и попасть на официанта, который будет обслуживать тебя в бабочке с дорогими часами, знает 5 языков, а ему 40 лет, как в Италии, да, допустим. У них семейная традиция, они работают только официантами, в Европе это нормально. Говоря про то, что вот коллега, а он ушел, да, сказал, что у нас у всех 4 конечности, 2 руки и 2 ноги, я категорически не согласен с этим, потому что я этнический кореец, мой родной язык русский, я родился и вырос среди мусульман, сейчас живу среди славян и мы христиане. И я общаюсь со всеми, с евреями, с армянами, с русскими, со всеми общаюсь. Наш основной бизнес это автомобили, 16 автомобильных брендов наша семья представляет, по всему миру мы общаемся с людьми. Наш успех в общении с людьми, и только в общении, и не в мобильных приложениях. Мне 26 лет, я считаю зарплату на калькулятор, я не считаю это каким-то постыдным делом, хотя у меня за миллион пятьсот один из фитнес стоит. И я сейчас вот сказал два слова о концепции, чтобы мы поняли, о чем идет речь, чтобы вы точно могли, коллеги, понимать, что вам нужно именно в этой концепции. И не боролись за терминал самооплаты, когда у вас дорогой ресторан с осетриной, и не боролись за официантов бабочки, которые знают пять языков, когда у вас фастфуд. Вот тут вы и определились. Окей. Поговорим за цифрой. Я как руководитель говорю, меня процесс не интересует, меня волнует только результат. Я думаю, что вы все с этим согласны. Говоря про результат... Я не согласна. Да, ну, возможно, да. Возможно, да. Так как есть управляющие... Вы можете быть не согласны со всем, что я скажу. Ну, я прошу вас просто послушать. Согласиться я не могу просить вас со мной. Это было бы не совсем корректно. У вас у каждого есть свое мнение. Вы все старше меня. Наверняка компетентнее в этой индустрии. Но так как я взял микрофон, минуту еще я сейчас займу. Говоря про деньги. Если у вас есть небольшая студия на 300 метров, и там есть три сотрудника, и вы сами и маркетолог, и продажник, и все, и ваша чистая рентабельность по году, включая амортизацию оборудования, кредитные средства, и стоимость денег, и все остальное, от 20% по году чистая рентабельность. Зачем вам автоматизация процессов? Зачем вам за миллион одиннадцать? Чтобы быть в тренде? Чтобы вы могли сказать в инстаграме, мы сделали новое приложение, вот пользуйтесь им. Нет, я и говорю, где за миллион? Есть какие-то варианты? Миллион я назвал как бы образом, да? Если ваш фотоскоп работает, и чистая рентабельность по году составляет 20%, вы хотите сделать 22%, 30% вы никогда не сделаете, это невозможно. Это утопия. Все люди из бизнеса понимают, о чем я говорю. В погоне за этими двумя процентами вы можете потерять все. Нельзя ломать то, что работает, пока вы еще не уверены, что построят что-то новое. Поэтому внедрять нужно очень планомерно, очень долго, как те японцы, которые долго запрягают, чтобы быстро ехать. Вот мы сейчас этим занимаемся, очень болезненный процесс. Полтора миллиона мы потратили на 1С, внедряли три месяца. Это был какой-то ад. Но результат крутой. То есть программа крутая. Если финансовая модель позволяет, и вы зарабатываете, то внедрять ее нужно. Я внедрял ее чуть-чуть с запасом, запалом на будущее, чтобы в следующем году идти в сеть. Максим, а с какими проблемами основными столкнулись? С проблемами при внедрении, что некомпетентные сотрудники разработчика они сами не знают, что хотят от нас. Они не от вас хотят, должны уже от них, мне кажется, нет. Они ставят на мать. У нас есть четко поставлено ТЗ. Вот мы, как никто другой, знаем, что поставленное хорошо, правильно, техническое задание это 50% успеха. И у нас уходит месяц на техническое задание, какой бы там этот вопрос ни был. Я говорю, мы долго запрягаем, чтобы быстро ехать. Но в итоге, коллеги, мы набираем себе, допустим, манагера по продаже. Мы можем его проверить, потому что мы компетентны в той или иной степени. Мы нанимаем бухгалтера, юриста, нанимаем тренера, мы нанимаем айтишника. Вы можете проверить айтишника? Но далеко не все. Я не могу. Это такой рынок очень сложный, где нужно разбираться. Это не бухгалтерия. Хотя там тоже вроде сложно, но мы все там понимаем. В айти технологиях все гораздо сложнее. Многие вещи, которые мои коллеги говорят, я там 7 лет активно двигаюсь в бизнесе, с детства во всех автомобильных темах, как будто птичий язык, как будто бы я разговариваю на разных языках. Это очень сложно понимается. Поэтому вам могут сказать, что это все круто, но вы должны четко осознавать, нужно ли вам это и в какой, допустим, мере. Дальше я поставил четко ТЗ и мне дают сроки исполнения. Эти сроки исполнения срываются и мне доносятся причины, которые я понять не могу. То есть я неплохо владею русским языком. Я поступил на бюджет, 12 лет на юриста, сдал ЕГЭ на 89 баллов по-русскому. Но я не понимаю, о чем они говорят. Понимаете? Я собственник, да, сижу полтора часа. Они мне лечат онлайн-конференцией. Я говорю, приедьте, давайте поговорим. Онлайн. С директором встретиться невозможно. Наш клуб стоит очень много денег. У нас 252 единицы оборудования Техноджим. Одна из лучших линеек. Я говорю, давайте встретимся. Мы хотим пойти в сеть, масштабироваться. Нет. Онлайн. Окей. В итоге, так как я некомпетентен, я ставлю задачу, мне ставят срок. Договор сделан таким образом, что очень сложно как бы пойти. И потом там идет как бы такой замес, когда вы берете одно, вам нужно брать потом другое. Например, вы взяли себе 1С. Видимо, они дружат с Моби Фитнесом. Повторюсь, я считаю, что это крутая тема. Я повторюсь. Я считаю, что это крутая тема и внедрять нужно. Я ничего не имею против. Я только говорю про процесс, про издержки. Ну, потому что не может быть все как по маслу. Если бы все шло как по маслу, коллеги, мы бы здесь не сидели. Ну, вот издержки, они в чем? В интеграции? Да. Не коннектится у вас что-то? Мне говорят, вы будете внедрять Моби Фитнес без нас, без 1С. Если бы у вас не было 1С, это стоит одних денег, так как вы уже внедрили сами, это всего стоит 60 тысяч рублей. Ну, казалось бы, ты потратил полтора миллиона и четыре месяца. Что такое 60 тысяч для тебя? Ты такой заплатил, ждешь это приложение, его тебе сделали. А потом, у меня, допустим, айфон, я никогда в жизни не пользовался Android. Мне говорят, вы не можете, Максим Юрьевич, скачать на айфон проверочную версию, вот вам код. И опять наступает этот птичий язык, где я ничего не понимаю. Меня начинает все бесить, я начинаю штрафовать айтишника, микроклимат в команде падает и, соответственно, та концепция, которая уже работает, а я, как восточный человек, не понимая ничего в фитнес-индустрии, чуть-чуть понимая бизнес, начал устраивать изначально клиентоориентированность человеческого фактора, да, так скажем, не автоматизацию процесса. И уже вот, сделав это, мы пошли вот сейчас только в автоматизацию. У меня качество падает там, где основное, потому что я весь упор сделал на другое, на новое, оно еще не заработало, а то уже начинает давать сбой. И это очень, очень сложная ситуация, очень опасная. Дальше вы берете мобильное приложение, вам говорят, вы хотите свой дизайн. Приложение обошлось мне в 60 тысяч, дизайн в 80. Это очень непонятная экономика. Да, и сейчас мы хотим внедрить учет персонального тренинга. Мой айтишник не спит, не ест, ему не на что просто это делать, потому что я штрафовал уже просто несколько десятков раз за то, что сорвали сроки. Представляете, в чем дело? Я перевел тренеров, хорошо, что я перевел только часть, не всех, с аренды на процент, потому что я написал бизнес-процесс, как должны вести учет тренировок через приложение, а приложения нет. Мы просели на полмиллиона по аренде, потому что мы их уже перевели на процент, а мы их не можем загрузить и правильно записать, и правильно списать, потому что те слова, которые мне обещали, они как бы не выполнены. Но я перестраховался, как бы эти риски я заложил, и я это сделал именно в сезон. Казалось бы, зачем ты делаешь это в сезон? Ты сошел с ума? Нет, просто в сезон как бы и так доходность выше, там можно где-то поджать, где-то добавить. Когда у вас не сезон, вы еще и полмиллиона потеряли, ну это совсем беда, да, получается. Говоря про гигантский плюс, который я вижу в перспективе внедрения, поэтому я в принципе и внедряю, это то, что нам гораздо проще будет масштабироваться. Если, допустим, сегодня сидя в Москве, я могу набрать персонал, с каждым из них общаться и устраивать процессы, то я не могу себя клонировать и клонировать своих компетентных сотрудников, лояльных компаний ко мне лично, чтобы они ехали открывать там в Ростове, в других городах. И последнее, хотел сказать одно слово про ментальность. В следующем году мы запланировали открыть три клуба в Средней Азии, в Алмате, Бишкеке и в Астане. Так как у нас там основной бизнес, я думаю, ни для кого не секрет, что очень важно, помимо финансов, еще административный ресурс, да, чтобы открывать. И вот так у меня еще будет легальная возможность ездить почаще к друзьям, как будто бы там есть еще работа, побочный бизнес, и я буду загонять. Так вот, суть в том, что, вы знаете, на Востоке, говорят же, Восток дело тонкое, там очень важен персональный подход, там все решается вот так, face to face, там никакая программа не заменит вам менталитет. Я вам говорю, как человек, который родился и вырос в Средней Азии. Я скажу вам, что отъедьте от Москвы сто километров, там по-другому садятся за стол, там все по-другому. Если они ближе Казахстану, это другое, если они ближе другим странам, другим соседям, это другое. Ментальность очень важна. Только благодаря отношениям, там в 26 лет я начал иметь клуб Москва-Сити на 3500 метров и все дела. Только благодаря выстроенной коммуникации с людьми. Ни одна программа не заменит вам. Поэтому подумайте о концепции, сделайте переход максимально плавным, перестрахуйтесь сто раз, прежде чем переводить. и задумайтесь о ментальности вашего региона, вашего клиента, вашей локации. спасибо. 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 Максим. Тут надо добавить раунд. А у нас будет возможность прокомментировать? Можно я первый вопрос? Поскольку вы там сидите, вам проще в президиуме. Я с коллегой согласен во многом, по поводу отношений, несомненно, но хочу вот такую, я не буду. Настолько, то есть речь хорошая, мне понравилась, правда. Браво. Просто я покруче, скажу, вчера на социальном выходе мы были в ресторане. Я вчера был клиентом. То есть я очень редко клиент, как правило, как и многие здесь, наверное, ну клиент в магазине, я имею в виду, в таких вот вещах, где вас обслуживают, как мы людей стараемся в фитнес-клубах обслужить с точки зрения сервиса. И вот вчера мне было абсолютно без разницы, как там, программа, не программа. Я пришел в ресторан, выбрал по меню, да мне все подали. Но поскольку я при этом еще работаю в фитнес-клубе, я мозгами-то понимаю, что где-то у них там стоит Айка, скорее всего Айка, на которой они все прорабатывают, которые автоматически списывают продукты, заказ, предчек и так далее. Как клиенту, мне глубоко, без разницы, как вы работаете, сделайте мне удобно. Как уже руководителю, собственнику и так далее, да. Мне надо сделать клиенту удобно, но эффективно для меня. И вот здесь уже, к примеру, для Марка Аврелия, надо, чтобы, если у вас тренеры гуляют с клиентами, вместе с детьми общаются, это же очень хорошо. Но для себя вы должны делать так, как удобно и эффективно вам. Потому что мы все-таки про бизнес и про деньги, в первую очередь. Во вторую уже про фитнес. То есть, ну просто это очень тесная связка, и во вторую это скорее один и один, как бы, ну, не на огромный шаг, а вот мы здесь вместе. но если вы в первую очередь гонитесь за удобством, кто-то, кто делает эффективно, вас перегонит, насколько бы вы хорошо с клиентами не общались. Я не умоляю того, что с клиентами надо общаться. Я немножко про другое сейчас. что эффективность должна быть. Но клиенту должно быть удобно. Можно я реабилитируюсь немножко? Не мы внедряем марк Аврелий, поэтому... Пят элемент. Мы. Пят элемент. Я перепутал. Я перепутал. Извините. Да, я хотел сказать еще немножко. Подождите. Есть фитнес-клубы разного формата. Вот есть фитнес-клубы, где личностные отношения это вот столб. То есть это та вещь, которая позволяет эффективно работать этому клубу. И таких клубов в нашей стране не очень много. То есть их можно по пальцам пересчитать. Это дорогие клубы, в которые ходит определенный контингент клиентов, с которыми нужно работать. Но подавляющий фитнес-рынок России это... То есть это очень сейчас уже такая достаточно серьезная заруба. То есть фитнес-клубы будет стоять через дорогу. То есть конкуренция растет просто неистово. И как Льюис Карл говорил, чтобы оставаться на месте, вам нужно постоянно бежать. То есть обижать вам нужно с помощью инструментов, которые вам дает программный продукт. То есть это уход в диджитал, это маркетинг, которого вы перекладываете своих сотрудников на электронные средства. то есть это сети, то есть это социальные сети, то есть это мессенджеры. То есть то, без чего вы через некоторое время просто не сможете работать. В противном случае вас съедят. Я просто прокомментирую чуть-чуть ваше выступление по поводу того, что перехода, плавного перехода, совершенно согласен по поводу плавности. Знаете, какая проблема бывает? Мы пытаемся космический корабль сразу же построить, а он не полетит. Вот наш опыт по внедрению моби-фитнеса, мы хотели, чтобы у нас все автоматически появлялось, но мы сначала сделали... У нас не было емкости записи, но по поводу лояльности вопрос предоставить человеку право выбора. То есть там экстраверты, интроверты, молодежь, взрослые люди, человек, который постоянно общается с администратором ресепшн, он так и будет общаться постоянно с администратором ресепшн. Но у нас рождаются новые люди, а другие люди, они, к сожалению, умирают. И мы живем в цифровом обществе, и для нас было важно предоставить возможность людям, которые постоянно сидят в телефоне, также постоянно сидя в телефоне и записываться. И не то, чтобы всех срочно перевести на мобильное приложение и на 1С, на колобыс, на что-то. А предоставить именно право выбора. И при этом оставить возможность тем, кто уже привык, делать так, как они привыкли. То есть не выгнать администратора всегда, или перестать брать трубку с тех, кто хочет записаться. ни в коем случае, ни в коем случае так делать не нужно. И вот мы, например, остались на аренде, потому что мы не стали приходить на аренде. Нам не нужна автоматизация ради автоматизации. Мы ввели аренду для трениров, потому что невозможно отконтролировать это. Ну, зачем пытаться контролировать то, что невозможно? Вот затраты на контроль, они несоразмерны с теми плюсами, которые мы получаем. Это надо их гонять, бегать, фитнес-директор должен пинать или еще что-то. Какие-то внутренние коррупционные схемы образуются постоянно. Либо, например, мы не стали внедрять эти браслеты. У нас просто навесной замочек. Человек сам приходит и сам выбирает место, где он ячейку сам выберет. Вот эти моменты для нас принципиальны и мы их не хотим автоматизировать и не будем автоматизировать. Скорее всего, что никогда не нужна нам автоматизация ради автоматизации. Но для того, чтобы предоставить человеку право выбора записываться в мобильном приложении, мы внедрили мобильное приложение. Чтобы контролировать какие-то процессы внутри, мы внедрили 1С. Но вот да, постепенно надо делать обязательно. Я короткую ремарку скажу. Во-первых, спасибо Максиму за речь, потому что всегда критика полезная. Не всегда приятно, всегда полезно. Тут, наверное, какой момент. Я просто что бросил в глаза, что заплатили полтора миллиона сюда, почему какие-то 60 тысяч еще оплатить сюда, почему бы не решить это производителем самостоять. Но все-таки мы разные компании. Мы дружим с вендорами с 1С, и с 1С, и с Клабисом, и с Nanojim, и с разными другими. Не все дружат с нами, но мы как-то открыты всегда. Поэтому те деньги, которые идут к клубным системам, мы, кстати, не первый раз встречаемся с этим. У нас иногда клуб говорит, почему я должен еще, мы там заплатили, еще и вам должны платить. Мы все-таки разные компании, работа идет с двух сторон. Поэтому у нас арендная схема всегда, мы всегда получаем деньги за квартал, за полгода, за год. И, соответственно, деньги, которые мы не видим, денег, которые вы платите в 1С, у нас другие бюджеты и модель. То есть эти 60 тысяч, они как бы идут другой компании. Ну вот это с точки зрения разделения. И насчет дизайна хотел сказать тоже, да, в принципе, я очень сочувствую вам, что вы столкнулись с миром IT, он, правда, очень ад, адовый. Вот. И я буду проработав в IT там 15 уже лет и не всегда я находился с точки зрения, вот, не всегда я находился со стороны именно исполнителя, и оказывающего эти услуги. Я и сам был с точки зрения клиента, который эти услуги потреблял. То есть когда мы отпускали Моби Фитнес, нам нужна была система, которая позволит подписками управлять. И мы нашли, я не буду говорить название, систему, которая вроде как позволяла это делать. Ну, мы два месяца действительно с ними мучились, получая от них, то есть мы понимали, как у них внутри, мы как бы понимали их проблемы, но нас не устраивалось, что они все равно не могут их решить. Мы в итоге от них отказались, сделали свое под себя. Вот в нашем случае так произошло. И говоря о модели нашей, то есть у нас есть определенный продукт, мы там действительно не можем дизайн сделать разным, для разных клиентов существенно отличающимся. Хотя вот сейчас с Нового года именно это мы и сделаем по сути. Айос хотя бы у нас будет сильно разный. Поэтому, ну да, действительно, как бы мы понимаем, что клиентам сложно, вот если говорить о том, как мы общаемся, ну мы стараемся выставить клиент-ориентированный подход. Не знаю, возможно, да, у вас нет претензий? Нет. Здравствуйте. По поводу критики. Пустите меня в любой фитнес-клуб или в другой бизнес, я его разнесу в пух и брак, если у меня будет стоять задача раскритиковать. Такой задачи нет. Нет задачи раскритиковать. Вот если бы я плохо бы относился к 1С фитнесу или к Моби фитнесу, я бы не внедрял в свои компании. Я же не могу противоречить с вами. Ну, по крайней мере, у меня принципа, когда такого нет, противоречить самому себе. Так как я их внедряю, я реально считаю, что это флагманы на рынке, что это крутые компании, что если двигаться, надо идти сразу двигаться с лучшими, с теми, кто имеет львиную долю рынка и гигантский опыт. По поводу того, что подрядчик срывает сроки, ну, допустим, мы занимаемся еще стройкой там в нашей семье. Вот там я много чего понимаю, только все детство проработал гастарбайтером на стройке в своих же компаниях. Там тоже постоянно срывают сроки. Это в любом бизнесе так. Просто там я понимаю, а здесь я не понимаю. И это меня очень сильно напрягает, потому что этот язык мне не понятен, он как будто бы другой язык. Я думаю, многие кивают, соглашаются со мной, о чем идет речь. Там я могу предвидеть какие-то издержки, потому что я в этом хоть как-то разбираюсь. То есть там написано смета по-русски, я читаю ее по-русски. Это смета написано по-русски, я не могу ее прочитать. По поводу того, что мы говорили про концепцию, то, с чего я начал. Когда вот коллега рассказывал, как они внедряли свои клубы, это звучит как такая одна часть от легенды всего бренда. То есть это концепция, и это имеет право на существование. Поэтому наверняка у них успешный кейс, сегодня они сидят перед вами на президиуме и говорят. Я тоже только хотел донести одну маленькую мысль, определитесь концепцией. Когда вы все накинулись на меня, нет, мне важен процесс, ну безусловно, конечно, но изначальный результат, от обратного нужно идти. Вот вы хотите сбросить 10 килограмм, у вас идет программа тренировок одна, вы хотите набрать, у вас идет другая. Соответственно, наша задача, как у бизнесменов, это не важно, ты собственник или управляющий, мы все хотим чистую рентабельность погоды от 20%. Это очень крутой бизнес, окупаемость до 5 лет и все красиво. Так вот, от этого, от обратного вам нужно отталкиваться. Если вы посчитаете, что у вас при полной автоматизации фитнес-клуба рентабельность будет 8%, чистая погода, зачем вам она нужна, если у вас уже работает на 19%, зачем? Зачем тратить столько сил изучать птичий язык программистов? Это не нужно, этого делать. Вы можете оказаться вне удел, если вы хотите идти в сеть, большое масштабирование, если у вас домашний клуб, вы не останетесь все равно вне удела, даже если все ваши клиенты умрут и родятся их дети, все равно концепция имеет место быть. Мы говорим постоянно про Европу, потому что она идет впереди планеты всей после Америки, там немецкие фитнес-клубы нам приводят, там совсем по-другому, там если вот я приводил пример по официантам, мои родители недавно прилетели из Сицилии, там есть семья, которая работает с семьей официантов, потомственно. Это другое совсем, как бы другой момент. Нужно определиться с форматом, с концепцией. Мы хотим взять и в фастфуде поставить столы из красного дерева, а в ресторан поставить, допустим, терминал самооплаты. Поэтому я не знаю, почему восприняли как критику, Моби фитнес да, Одиннадцать фитнес да. С Покеткейем мы сейчас общаемся. Хочу первые 500 браслетов заказать. Можно добавлю как раз? Я все-таки представитель из управляющей среды, а не собственника. Концепция, все это классно, замечательно, соглашусь, безусловно, но ничто не мешает эконом-клуб и премиальный перевод, просто понимая, что нужно для каждого клиента. Есть прекрасный пример Prime в Ростове, элитный клуб, там тоже очень много автоматизируется, и клиенты очень довольны того, что максимально близко к ним. Понятное дело, что там они в основном на фейсбуке все сидят, ВКонтакте не рулит, какие-то другие моменты, записи, которым очень удобно, автоматизация кассы убрать, то, что можно делать ручным трудом, клиентам очень приятно, там зашел, платил, они все платят через интернет, это уже давно реалии, это эконом-публика и премиальная публика. В экономе, соответственно, максимальная задача убрать персонал, чтобы минимизировать затраты. Премиум максимально сделать удобным для клиента. Все, тут не вопрос, вопрос концепции, но не вопрос автоматизации. Автоматизация однозначно нужна в любом из клубов, начиная от самых маленьких, от каких-то маленьких студий, где вопрос экономии очень устро стоит, и больших, огромных гигантов, где тоже очень большие флоты заработных вклад, безусловно, и требуется учет постоянный, где проблема получения каких-либо данных, это огромная-огромная беда. Спасибо. Пару слов, может быть, насчет перехода, если до... Да, окей. Давайте до... Я прошу прощения, у меня вопрос, наверное, провокационный, потому что здесь сидят все ребята из IT, улыбаются друг к другу, машут ручкой, мы дружим, но я надеюсь, что вы подеретесь после этого вопроса. Конкретный кейс, есть региональная сеть, много клубов, 20% от рынка наши, дайте нам систему автоматизации, точнее, совокупную, я сейчас не говорю про рецепцию, про все вот эти замечательные вещи, системы гостеприимства, дайте нам пример, на ваш взгляд, идеального пакета автоматизации для отдела продаж, начиная от IP-телефонии, чтобы у нас все тут же сыренку закидывалось, и то, что нам дает возможность сквозную получить конверсию по всем источникам рекламы вплоть до продаж, сколько, откуда денег получилось, сколько, откуда, какая рентабельность по каждому источнику рекламы. Вот какой комплекс продуктов должен быть, на ваш взгляд, чтобы все это получить за максимально хорошо, максимально дешево? Я начну, потому что мне очень просто, потому что мы одни, то есть у вас должен быть моби-фитнес и какая-то система управления клубом. У нас уже есть моби-фитнес, поэтому будем считать, что с вами подраться не удастся. Я тогда передаю. Дальше что? У вас должен быть моби-фитнес и 1С-фитнес-клуб, скажу так. Есть еще мнение? Да, и дальше по списку. Для телефонии, если у вас большая сеть, вы должны использовать какой-то бесплатный вариант типа Астерикса. Для сквозной аналитики как вариант вы можете использовать сервис Комэджик, который позволит вам использовать колл-трекинг и вести сквозную аналитику по всем ходящим лидам. Комэджик, Кастерикс? Комэджик, да. Ну, это как один из вариантов, да. То есть сейчас достаточно много сервисов, мы работали только с этим одним. У вас должен быть какой-то один общий поставщик IT-решения в плане серверов. То есть, если у вас большая сеть, она распределена по разным городам, вам нужно будет заботиться о собственных либо арендных серверах, о дата-центре и о IT-специалистах, которые будут это обслуживать. Собственно, с сервисом вы можете использовать нашу, с тем учетом вы можете использовать нашу интеграцию прямая с мобифитнесом, то есть вы закроете большинство вопросов. Если у вас есть возможность выход установки терминалов, то мы можем посоветовать МКБ банк, то есть вы снимете с себя частично проблемы инкассации и вы снизите издержки на работу с самими деньгами, то есть вы не будете к ним прикасаться. Собственно, это все, что можно здесь предложить. Дальше какие у вас будут фантазии, то есть у вас еще возникнут проблемы коммуникации с тренерами, проблемы коммуникации клиент-тренера. Я хотела сказать, хорошо, что в тренеров не полезли, нет, полезли. Спасибо большое. Коллеги, у нас вышло время, к сожалению, проблема и тема очень интересная. Можно я резюмирую, наверное, да? Вопросы к экспертам, к нашим замечательным представителям фитнес-клубов. Да, нет. Нужно автоматизироваться или нет? Просто да или нет? Прямо вот. Безусловно, да. То есть единогласное да. Коллеги, вы согласны? Да. Мы живем в 21 веке, бигдата, понятно, что мы не избежим технологий и я согласна с коллегами, что, безусловно, нужно идти от собственных задач, какие задачи мы с вами хотим решать и под них уже подбирать оптимальное решение, общаться заранее и продумывать на каждом этапе, да? То есть бизнес-процесс продумывать полностью, начиная от входа, от входящего звонка и заканчивая повторной покупкой для каждого клиента, включая все внутренние процессы, обслуживание клиентов, сервиса клиентов, формирование лояльности клиентов. Мне очень жалко, что вы так съехали с этой темой, очень хотелось тоже на нее поговорить. Но я думаю, что мы будем продолжать подобные дискуссии. Это очень интересно обсуждать, очень интересно слушать коллег, которые это уже используют и получают определенные результаты. Я по себе могу сказать, потому что формируя лояльность, мы увеличиваем количество продлений в среднем с помощью использования автоматизации внутри клуба. Я работаю в последние годы с клаба, с 1С, к сожалению, не работала, не могу ничего сказать нехорошего, даст Бог, поработаю. Но мы с помощью клубной программы увеличили количество продлений в среднем на 10-15%, это по трем клубам статистика, просто за счет того, что мы с помощью программы отслеживаем, делим клиентов на целевые аудитории, делаем очень точные предложения конкретным группам клиентов. Поэтому, конечно, вручную сделать это невозможно. Мы с вами можем отслеживать в наших клубных программах только тех клиентов, которые что-то покупают, мы видим средний чек, мы видим тех, кто покупает персональные тренировки, мы вообще не видим и не знаем, кто у нас ходит на групповые программы, давайте честно, мы не знаем этих клиентов, да, от общего количества членов клуба. Не знаем, мы рейтинги знаем? Знаем. Рейтинг является для нас каким-то целевым показателем? Нет, абсолютно. Это показатель популярности времени, тренера, урока, но он не является абсолютно показателем. Я не знаю, какое количество клиентов от моей базы пользуются программами, да, у нас есть 10 активных тетенек, которые ходят на все программы и 3000 клиентов. Ну, они делают рейтинг на всех уроках, а клиентов 3000, а при этом они продляются. Поэтому сейчас мы это тоже автоматизировали, это система контроля доступа, мы ставим датчики в каждом зале просто для того, чтобы понимать, кто ходит на йогу, кто ходит на пилатес, кто ходит на сайкл, кого интересуют только силовые уроки. И при продлении учитываем в том числе, Марьяна, все, да, мы выходим, в том числе эти показатели. Поэтому, конечно, автоматизация, да, конечно, нужно думать, нужно выбирать решение под свой клуб. Спасибо большое, эксперты, спасибо большое, аудитории, за активное участие.